Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал ваш вопрос. Я думаю, что, конечно, для такого серьезного момента, как семья, очень мало информации вы предоставили, да? То есть, вот, ну, например, что значит, неправильно я себя вел? А вот вы пишите, что неправильно себя вели. Как это понимать? Если вы себя неправильно вели, то почему вы себя неправильно вели? То есть, почему не обращали на нее должного внимания? С чем это связано? Ну вот. Но, по поводу того, можете ли вы сохранить семью, Роман, да? Сохранить семью вы можете. Если вы, значит, предложили ей пожить неделю у родителей, да? То есть, ну вот, что вы поживете у родителей неделю. Вы знаете, я не вижу в этом ничего плохого на самом деле. Вот. Ну, я стараю с вами долгом сказать, что необходимо, необходим контакт, вот. Поддержка, поддержка, поддержание контакта, вот, с вашей супругой, вот. Потому что, есть серьезные основания полагать, что если контакта не будет, да? Если контакта между вами не будет, то действительно, возможно, она супруга, супруга, то есть, еще сильнее, еще больше. От нас отдалиться, и от этого, конечно же, лучше никому-никому не будет. Вот. А, то есть, если вы хотите пожить отдельно, да? Живите, никаких проблем нет. Может быть, это даже здорово, она поймет, что такое. Жить одной, побудет и не с собой, почувствует себя лучше. Вот. Если я со своими коллегами не согласен. Но обязательно сохраните контакт, и ни в коем случае не стирайте полностью его. Ну, продолжайте взаимодействовать с ней, продолжайте с ней как-то общаться, как-то проводить время, да? Ну, там, вот, у вас, будем более, ребенок подросток есть, вот, с ним, как правильно вам сказали коллеги, да? С ним нужно что-то делать, да? Ему нужна ваша помощь, ему нужны его проводители. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь однозначно вам не стоит полностью теряться. Вот. Вместе с тем, я полагаю, что было бы здорово, если бы вы обратились оба к семейному психологу за помощью и получили бы хотя бы одну консультацию, да? Так просто, ну, поговорили бы, просто прояснили бы какие-то моменты. Вот. Это было бы здорово, полезно для вас, это было бы, ну, на мой взгляд, да, это было бы познавательно, это было бы интересно, это было бы неожиданно. Потому это иногда очень неожиданные вещи, значит, появляются, проявляются, когда люди приходят на консультацию, вот. Вот. И, соответственно, это, возможно, дало бы вам шанс. Вот. Значит, зачастую, зачастую проблема, которая может быть у вас, да, это проблема выполнения социальных ролей. То есть, такая проблема, допустим, что вот вы вместе, да, и вместе вы, ну, допустим, достаточно давно, да, достаточно долго. За это время вы перестали чувствовать себя мужчиной и женщиной. Вы чувствуете себя мужем, она чувствует себя женой, вы чувствуете себя отцом, она чувствует себя матерью, вот. И всё, и всё, и всё. И больше ничего. И это, на самом деле, очень тяжело, особенно, если вы молоды, да, то есть, ну, если вам не много лет. И, как правило, в этом случае очень хорошо помогает, как раз таки, не отдельное обращивание, да, а, наоборот, совместный поход куда-нибудь. То есть, ну, выезд, эээ, за черту города или, там, на пару дней, эээ, пару дней провести вместе просто время, то есть, попыть вдвоём. Вот, вспомнить, как вы вообще друг друга воспринимаете, да, и что вы друг для друга значите. Вот, это было бы, иногда это очень, даёт очень сильный эффект, вот, сильные результаты иногда даёт. Поэтому этот момент вам тоже нужно досмотрать, вот. А, ну, и, совершенно очевидно, конечно, что, необходимо более подробная история. Да, то есть, более подробная история ваших проблем, да, то есть, вы пишите, что они у вас накопились в семейной жизни, да, ну, что это за проблемы, с чем они связаны, да, то есть, какие именно проблемы накопились, как они себя проявляют, эти проблемы, вот, почему они накопились, когда они начались, вот. То есть, если друг друга говорит, что она, что она безразлична к вам, то, в чем это проявляется, да, если вы говорите, что она тянется к вам, да, то, опять же, та же самая история, если она к вам тянется, то, как это проявляется, что она к вам тянется. То есть, ну, конкретно, да, как она, как она, как она проявляет, то, что тянется к вам, как вы реагируете на то, что она к вам тянется, например. Вот. 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 То есть, это все такие достаточно важные моменты, вот, которые нужно обязательно рассмотреть, нужно обязательно поисследовать, вот, и, соответственно, сформировать картину проблем. Прямо что, пока, ну, картины только нет, да, то есть, вкладывается действительно такое чувство, что вы просто пытаетесь обижать от проблем, потому что не знаете, что с этим делать. Вот. То есть, мне еще раз повторяю, да, нет ничего плохого в том, если вы побудете без своей супруги, да, нет ничего плохого. Но это должно быть частью целенаправленного поведения, вот. Это не может быть просто просто действие и просто вот надеяться на то, что что-то само собой образуется, или после этого вы перестали, или после этого вы увидите улучшение в своей семье. Вот. Это, так это не работает. Так это ничего не получится, кроме разочарования вашего. Вот. Значит, значит, говорить, что хочет пожить отдельно, разобраться со своими мыслями. Ну, если хочет пожить отдельно, да, то как вы останавливаете? Можно только спросить ее, а вот, ну, ты хочешь пожить отдельно, допустим. Почему ты именно, именно отдельно хочешь пожить, да, то есть, ну, почему, почему ты хочешь пожить отдельно? Зачем тебе это? А, а, как бы, ну, ты не можешь собраться с мыслями своими? Здесь, или как, или я тебе чем-то мешаю? Вот, то есть, вот так, вот, ну, так можно построить диалог, да, то есть, если, допустим, она скажет, что, ну, да, мне с тобой некомфортно, или, ну, да, там, я что-то чувствую, допустим, с тобой. Да, такой, ну, негативный, да, то есть, опять же, без обвинения, без всего, просто, ну, была, была, да, такая история, что вы, соответственно, предложите ей поменять свое поведение как-то, да, то есть, может быть, дать ей побольше свободного времени, может быть, что-то еще. Тут, конечно же, многое еще зависит исключительно от вас, вот, и от ваших, ну, от того, какие у вас отношения, вот. Ну, я думаю, что это будет хорошим шагом, хорошим, хорошим, именно, показателем того, что вы нацелены именно на нее, да, а не на себя, допустим. Ну, вот, вот, ну, опять же, если она скажет, что нет, все дорого, да, то подачки, и, как бы, я просто скажу, об этом отдельно, но если она действительно хочет поделиться отдельно, да, то, как бы, что тут сделать, да, то есть. Ее не остановить, да, нужно поднять тему ребенка, безусловно, потому что вот она уедет, да, а ребенок, как, как ребенок воспримет этот жест, да, то есть. Ребенок может посчитать, особенно, если подросток, особенно, если это подросток, у которого есть проблемы, сложности, вот, он может посчитать, что его, там, бросили, например, он может посчитать, что его предали, и тут, как бы, еще не известно, насколько, тогда вы откажетесь, вы откажетесь в решении своих проблем. Вот, кстати, когда вы говорите, да, что накопились проблемы, да, вы, вот, все примечательно, вы сами проблемы не называете. То есть, безразличие, да, безразличие, это, ну, в данном случае, вот, именно в данном случае, да, в данном случае, безразличие, это, безразличие можно назвать защитной реакцией, тогда защитный механизм, которые, ну, вот, могут защищать вашу жену от каких-то неприятных моментов, которые могут у нее быть. Вот, я ничего не утверждаю, я ничего не знаю, я просто говорю о том, как, как могут обстоят дела, ну, в данном случае, как могут обстоят дела, и что может быть у вас. Вот. И если это так, если это так, то безразличие, то что-то скрывается. Вот. Ну и, соответственно, это тоже нужно исследовать, да. Тут вот более подробно. Именно поэтому, именно для этого, именно для этого, и нужно, чтобы вы вдвоем пришли, или хотя бы вы, чтобы с вами поговорить, у вас, у вас одного, хотя бы выяснить, в чем дело. Да, то есть, что происходит. Дальше, значит, так, она вроде слушает, мы общаемся, но в итоге в конце все опять резко переворачивается. Здесь опять же непонятно, Роман, да, вот вы говорите, что она вроде слушает, а что слушает? Мы общаемся, окей, а по поводу чего вы общаетесь? То есть, смысл, смысл того, что вы делаете вообще, вот, догадка для меня. То есть, какой смысл будет этот разговор? Вот. То есть, если вы вместе, вместе вы достаточно, достаточно давно, да, долго, то вы всё серьёзно считаете, что жена вам сейчас будет что-то остаться обещать, и напомню, что тут самого метода проб и ошибок корректировать своё поводительство. Так, в этом месте моя вина, раньше его сегодня правильно не обращала должного внимания на неё. Да, ну вот опять, должное внимания, да, то есть, должное кому-то, кому должное. То есть, первое, второе. Вина, ну, понимаете, вина, вина, так сказать, искать на самом деле можно долго, да, и как бы ничего не найти, ничего и никого не найти, вот, если искать виноватых. Поэтому я рекомендую вам, если вы хотите отношения ваши сохранить, да, вот, я рекомендую вам виноватых искать, искать, перестать. Потому что ничего, ничего абсолютно хорошего за этим нет и быть не может за поисками на это. Хоть если вы не обращали внимания на свою землю, ну да, это не очень здорово, безусловно. Это не очень здорово, это не очень хорошо. Вот. Ну, опять же, я полагаю, что у вас есть на это, у вас есть или были на это причины, ну вот. Ага, давайте рассмотрим эти причины, да, то есть, рассмотрим, какие были причины, почему вы так себя вели и так далее. То есть, смысла винить себя нет. То есть, ваша жена, да, она вот только будет чувствовать, что вы себя вините, она будет ощущать, что вы себя обвиняете. А дальше как бы что? То есть, ну вот, вот, серьёзно, да, а дальше что? Вот она подживкает, что вы себя обвиняете. Вот она знает, что, ну допустим, да, она знает, что вы себя обвиняете. Вот. Ну и что вам это даёт? Ничего. Что ей это даёт? Ничего. И в чём плюс? Не в чём, что суть. Знаете? Вот. Поэтому это то, чего я вас хочу предостеречь. От обвинений. Обвинений себя, обвинений её, не нужно. Этого делка не нужна. Не нужно обвинять себя, её и так далее. Вот. В этом ничего, ещё раз повторяю, да, в этом ничего хорошего быть не может. В принципе. Если вы, допустим, хотите себя обвинять, да, то есть, если вы себя обвиняете, то лучше подумайте о выводах. То есть, ну, какие выводы можно сделать, например, в этой, ну, в этой ситуации. Вот. Конкретно. То есть, что вы можете для себя извлечь, для себя понять, там открыть для себя, да, и так далее. Вот. Вот. Вот вы, вот эти аспекты, аспекты для себя выявите, да, и всё, и этого будет, в принципе, достаточно. А если вы себя будете обвинять дальше, то это, значит, всё равно будет продолжать обвинять себя. Вот. Ну, значит, это уже не совсем ваша вина. Это вина уже идущая из вашего подсознания, идущая от ваших родителей. Вот. И ни в коем случае эта вина не является чем-то, ну, чем-то хорошим. Ни в коем случае эта вина не является чем-то позитивным, полезным для вас. Вот. И в данном случае от неё нужно освобождаться, опять-таки. Вот. Дальше. Так, вижу, что ещё нервничает из-за сына подростка. А, по поводу чего нервничает, да. Так, ну, что за проблемы-то у сына подростка ваши. Какие проблемы? Ага, вообще, у меня возникло такое ощущение, что, знаете, ага, такое чувство, что вы, вот, ну, не совсем в себе уверены. Вот. В таком я ещё нервничает. То есть у меня просто такое чувство, что ваша жена, да, она, вот, вполне вероятно, не чувствует себя в безопасности с вами. Это дело даже не без опасности, как таковой, буквально. А дело в том, что она, ну, не чувствует, что у вас, вот, есть такая, знаете, последовательная позиция. Ну, жизненная. Вот. И вполне возможно, что это одна из причин её такого вот победения, такого вот состояния, такой вот реакции. Вот. Я, конечно, не знаю, да, до конца я не могу узнать все истории, но мне почему-то кажется, что это одна из причин. Вот. Если это так, если это действительно так, то с этим тоже нужно работать. То есть вам здесь, тогда, работать нужно, в первую очередь, над собой, да, над тем, чтобы у вас была, как можно более чёткая позиция. Надо, чтобы вот жена знала, как обстоят дела, почему обстоят дела именно так, а не иначе. Ну, допустим, допустим. Ну, и что, соответственно, будет дальше. Тогда, то есть, как будет дальше, что будет дальше, почему будет дальше. Вот. Ну, и так далее. И это, возможно, позволит вашей жене почувствовать себя более комфортно и вернёт ей некую такую спонтанность, некую такую расслабленность, может быть, и так далее. Потому что пока она, к сожалению, производит впечатление человека загруженного и загруженного излишнего. То есть, человека загруженного своими проблемами, да, и не имеющего возможности, не имеющего возможности проявить какую-то такую вот, ну, детскость в поведении, спонтанность какую-то. Ага. В поведении, в поведении своём. Вот. И так далее. Если это так, то со всем этим, конечно, нужно разбираться. Разбираться в первую очередь вам. Вот. Поэтому, если вы решите пожить у родителей, допустим, то используйте это время в пользе, да, и обязательно поднимайтесь с психологом, да. То есть, будут ряд заданий, будут сеансы, где вы всё сможете сами для себя решить, понять, увидите, увидите и так далее. Но, опять же, с этим нужно работать. Именно работать. Если готовы обращаться, то обращайтесь. Вот. У меня возникло ощущение, что ваши отношения, да, они строятся по принципу родитель-ребёнок, а со стороны вашей жены-родитель, со стороны ваш ребёнок. Ну, вот. Такое у меня, надеюсь, случилось. Вот. Опять же, могу ошибаться, да. Могу быть, забраться. Я не хочу, чтобы вы думали, что я прям сразу всё понял. Но, тем не менее. Мне кажется, эта история, ну, как минимум, заслуживает того, чтобы её подробно разобрать. И, конечно, всё-таки это ваша семья. Вот. Ну, и, конечно, отношения с подростком, да, они тоже очень важны. Если у подростка есть проблемы какие-то, то в этом нет ничего удивительного, потому что они являются отражением вас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.